Поехали! Держать, держать. А где он находится? Андрей, вы опять идите? Здравствуйте. Как правило? Герыч. Меня направлены на перемене. Заберите сумку свою, пожалуйста. Это Андрея. Давай, приходишь. Заходишь, послушай. Заходишь, приходишь. Вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ой, бумажки? Да. Вы можете... А? Нет, нет. Бумажки сильно приятно. Дима! Нет, нет, нет. А вы можете бумажки для вас? Первый, второй. Нет, мы можем бумажки для вас. Не подвох. Не бойтесь. Подвох. Да? Давай. 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 Карелин. Заходите и берите. И садитесь. Завтра. На любой. Спасибо. 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 Вы на итальянском отвечаете вообще. Отвечай именно на итальянском. Ну-ка. А кто сказал, что я итальянский? А-а-а. Вот так вот. А то я тоже могу себе пару слов сказать. А ты откуда? Я? Отсюда. Скажи город. Ваши разграбили Америку. Изначально. А почему? Я просто спрашиваю. Почему? А мы, потому что мы, это, мы против Евросоюза вообще. Мы тоже. Максинафоба, да? Максинафоба, да? Максинафоба. Да, пожалуйста. Сверху, я тебе. Яаксинафоба. Отлично. Чтобы уже все сидели, кто будет участвовать в спектакле. Участвовать по всему семейству. Да. А вот, ну вот так вот. А кто здесь? Да. Давай, давай. А кто здесь? А кто здесь? Нет? А мы? А мы? А мы? Я星 главы. Сейчас, приезжай. Сейчас без меня. Здравствуйте. Давайте печать. начну я здравствуйте я перед тем как мы что-то начнем вам показывать два слова должен раз у денис объяснить что вообще здесь происходит происходило все это 10 дней значит мы это не знаем называть фестиваль лаборатория на самом деле значения не имеет в этом году она посвящена была режиссуре и взаимоотношения режиссера с архаичным таким текстом неким под названием процесс который написал франс кап это одна была тема то есть взаимоотношения с текстом как сегодняшний театр как сегодняшний режиссур может взаимодействовать текстом в этом смысле режиссуре а их 8 человек они будут потом представляться поэтому не буду на этот период было предоставлено в этом смысле полная свобода кто как читал нужно вот так как обращался с текстом среди восьми режиссеру было распределено 8 глав из романа 8 и ну пользуясь тем что в общем сам кавка их не собирал единую композицию собрал его после смерти в этот роман уже его друг некий мы подумали что очень на самом деле без разницы в каком порядке вот эти сцены и собрали их ну так как нам показалось правильным на вчерашний день я не прошу не относиться к этому естественно как спектакль это процесс 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 потому что в общем говоря для нас это вообще любой результат в этом смысле конечно всегда строит стресс а процесс не стресс вот и мы 10 дней собственно говоря заниматься таким количеством проблем что конечно больше не успели решить хотя наметили проблемы которые собственно говоря мы не можем решить каким пытались решить какие мы там как-то вообще не можем решить да пока помимо взаимоотношения с текстом есть еще взаимоотношения с пространством как тема которую мы в общем на самом деле вот последние вчера буквально только начали как-то действительно понимать что такая проблема существует взаимоотношения с артистом который мы пытались преодолеть тоже все эти 10 дней но очень не некий спектр взаимоотношения режиссуры практической режиссуры с практической ситуации да так включая как включить фонарь если он розетки нет запуска потому что наша профессия это весьма реальная история реалистичному террористичные часто из этого как бы художественного образа сильно меняется поэтому такая часть процесса сегодня но она конечно как завершающая чего-то и все что там будет удачно это сделали ребята все что плохо этого я вмешался я конечно не выдержал начало все значит портить в результате поэтому как вот я всю ответственность вот за эти десять дней еще происходили совершенно чудесные события на мой взгляд то есть у нас был сквозным сейчас вы видите продолжается снимается некое документальное кино со счет вас 5 документалистов 5 студентов мастерской марины разбежкиной совершенно замечательного человека который у меня в общем сильно поразил я ее раньше не знал ну как-то так заочно мы находились в москве я пригласила и она согласилась очень все десять ну правда вчера уехала не смещается фестиваль она по сути каждый день вела мастер-класс она показывала фильмы своих ребят и один мастер-класс такой мастер-класс настоящий который на мой взгляд очень сильно может на меня на самом деле сильно воздействует и методологии подходом не просто документальном кино но и теме как мы и определили на этом нашем фестивале как теме подлинности она одинаково их документальному грамм кино и театре тем более значит был боря хлебников кинорежиссер который тоже очень говорил на эти темы был саша манадсков композитор который мастер-класс которого назывался режиссуру как режиссер как композитор режиссер как композитор в этом смысле это была очень такая прямо лекция о возможности музыкального построения спектакля все это я к чему говорю что все это может быть я кого-то сейчас там пропустил забыл или был лев рубинштейн вчера который читал по обследению своей публистические статьи в этом смысле заказа закон тачил нас с миром потому что здесь немножко изолировались совсем в общем большое количество интересных людей и огромное количество замечательных молодых лиц скажу я вам чему я очень рад я надеюсь что мы как-то будем продолжать но мы всегда идем за процессом и повторюсь это слово у нас звучит бесконечно потому что мы движемся затем за той ситуации который нам кажется правильно извлекает вопрос логать по раны мира наверно ни в qual-либо сегодня наверно надо теперь рассказать проход Dark' R' referred L' область про правило про правило про правило нам рассказать дома расскажи нам про правило значит я хочу сразу бы сказать что перед режиссур и была поставлена несколько препятствий что ли да ограничений просто как бы это нельзя это нельзя это нельзя пять препятствий как у Ларса фон Триера практически в этом фильме. Одной из препятствий была необходимость работать в этом пространстве, конкретно в этом пространстве. Решал это пространство Дима и группа архитекторов, которые предложили вот такое решение пространства, и режиссура должна была его взять как данность, как объективную данность, и в ней работать. Кто как справился, это другой вопрос, но вот, тем не менее, это разработка группы архитекторов, и Дима сейчас расскажет, в общем, как с этим пространством поступать, потому что здесь есть некий закон, по которому эти бумажки не подставлены, просто из них не знаешь, куда идти, понимаешь, здесь такая карта, по которой вы все будете сейчас ходить, и я, и мы все будем по ней ходить. В этом смысле вы понимаете, что это пространство объединяет и зрители, и не зрители, и в этом смысле такое место контакта, где мы, ну, собственно, все как-то существуем. У каждого должна быть такая инструкция, она состоит из нескольких листков, каждый лист соответствует одной сцене. В каждой сцене кто-то из людей, участвующих в этой сцене, будет приглашать вас совершить переход к следующей сцене. Таким образом, вам нужно будет посмотреть, на какое место вам нужно сесть, например, 117, найти это место на полу, поставить туда свой стул, и вторая информация, которая здесь есть, это лицом. Значит, у нас есть четыре возможности, это вход в зал, рояль, стена А и стена В, обозначенные на стене. То есть, первое, это найти свое место, поставить стул, второе, посмотреть, в какую сторону вам нужно сесть. Вот, если вы не нашли свое место, не беспокойтесь, для всех будет достаточно времени, чтобы совершить переход. Вот, главное, не забыть, в какой вы сейчас сцене, поэтому после каждой прошедшей сцены лучше... Главное, и нам не забыть. ...повернуть бумажку... ...и смотреть на следующую. Таким образом, вы никогда не потеряете, в какой вы сцене. Вот и все. Вопросы? Все понятно, по бумажкам. Можно идти уже на место? Нет, нет, нет. А, еще один... Идите сигнал, я буду говорить, когда переходите. Вы на все время этого действия привязаны к вашему стулу. Вы всегда передвигаетесь со стулу, то есть... Стул не бросайте. Нельзя терять стулу. Слушай, прекрати. Да, здесь всегда написано фамилия режиссера, но это было больше для нас, для организации этих инструкций. То есть, если кто-то знает режиссера, то, конечно, он может по фамилии определить, чья это будет сцена, того и все. Ну, мы так или иначе будем как-то, да? Если будет, мы будем идти, как бы, я не знаю, сколько это будет длиться, но как-то если все утомятся, и когда, да, если вы уходите, вообще, то тоже со стулом. Ну, или вы так сложите аккуратненько, вон там можно поставить, или в фойе уносите, ладно? Только, чтобы здесь не было лишних. А, ну, собственно говоря... Все? Да, в процессе мы будем понимать, нужны перерывы, там нет, нужны еще перерывы, походы. Все в порядке? А я не знаю. Все в порядке, все в порядке, да? Все в порядке, да? Все в порядке, да? Все в порядке, да? Все в порядке, у меня? Я почва. Все нормально, да? Все нормально, ну и слава богу, все хорошо, да? Все хорошо. Все в порядке? Все в порядке? Все в порядке? Все в порядке, все нормально, да? Все хорошо. Все в целом, так все в порядке? Нормально. В порядке все, да? Нормально, нормально, да? Хорошо. Спасибо. 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 Я такой молодой и красивый. Я такой молодой и красивый. Я никогда не думал, что это будет так. С таким молодым и красивым. Так. Картина первая. Следствие начинается. Пожалуйста, перейдите по указанным вам местам.